МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Катерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Сытно и полезно. Указ президента России об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием соблюдается в регионе на 100%. Неделя остается до старта. С 20 ноября в Ненецком округе начинается прием заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета по путевкам мать и дитя. Одаренный ребенок. Четырехлетний житель Нарьенмара покоряет сердца преподавателей. Мальчик решает сложные примеры, знает иностранные языки и многое другое. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 выявлены у жителей Нарьенмара и поселка Искателей. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 550 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за сутки выздоровели 13 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, а с начала пандемии 486 человек. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лабораторий уровня референс, находятся 102 пациента, в том числе 15 бессимптомных носителей. Из них в стационаре получают лечение 15 человек, находятся на амбулаторном лечении 87 человек. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе нет. С начала пандемии проведено 11 987 ПЦР-исследований на выявление инфекции за прошедшие сутки 315. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Нининскому округу 718 человек сняты с контроля. С начала пандемии 8 403 человека. Лекарственную помощь решили оказать жителям населенных пунктов члены регионального отделения партии «Единая Россия». Через свои первичные организации в муниципалитетах партийцы выяснили, каких именно лекарств и в каком объеме не хватает жителям села. Жаропонижающие, противовирусные и обезболивающие препараты, которые можно приобрести без рецепта, были закуплены на членские взносы. И сейчас ждут отправки в села. Лекарственные препараты, собранные, ожидают отправки в населенные пункты округа. Доставку осуществит Нарьинмарский объединенный авиаотряд. Всего в списке 13 населенных пунктов. Среди них Ома, Оксина, Нижняя Пеша, Бугрино, Шойна, Тельвиска, Ваучейский, Харута, Макарова и другие. Должен сказать, что когда мы принимали решение о том, какие лекарства закупать, обратились к главам и фармацевтам населенных пунктов, и, соответственно, по их заявкам получили определенный список лекарств. Не все мы смогли купить, потому что часть препаратов рецептурные, а для того, чтобы их приобретать и торговать, или передавать кому-то, нужно иметь лицензию. Естественно, у партии лицензии нет. Поэтому мы не стали вступать в юридический конфликт и приобрели только безрецептурные препараты. И части препаратов в ассортименте мы здесь в городе не нашли. Поэтому, чтобы не затягивать, исходили из того, что у нас есть в наличии. Ну и, соответственно, думали о том, чтобы не оголить запасы ненецкой формации, в которой мы все это приобретали. Лекарства будут находиться в ФАПах и у медиков сельских амбулаторий. В случае отсутствия в сельской аптеке нужных препаратов врач бесплатно будет выдавать их больным. Помочь нуждающимся в период пандемии может каждый. В разные формы помощи. Волонтеры оказывают помощь тем, кто находится на самоизоляции или приболел. Мэр города уделяет автомобиль, чтобы развозить лекарства. Администрация уделяет автомобиль, чтобы возили врачей по домам. Сейчас больше вызовов на квартиры, чем люди уходят в поликлинику. И мы продолжаем эту работу. Также автомобиль выделил собрание депутатов. И приглашаем к работе всех людей, всех желающих. Есть разные формы помощи. Людям оказалось, что в сложной ситуации. К помощи людям и медикам подключились депутаты всех уровней. Спикер собрания Александр Лутовинов и Максим Арбузов передали в виде взносов на приобретение необходимых препаратов и средств в месячные заработки. На эти деньги еще летом были закуплены цифровые термометры для всех населенных пунктов округа. Партии депутатами приобретались и распространялись средства индивидуальной защиты. Фирма «Грас» передала большой запас дезинфицирующих средств, которые раздавались волонтерами для работы, передавались в села и учреждения. Неделя остается до старта приема заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки мать и дитя можно будет в течение месяца. Традиционно по путевке мать и дитя на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного из взрослых. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. Заявление можно подавать непосредственно через многофункциональный центр в почтовом направлении, либо у нас здесь в отделении осуществляется прием граждан по вторникам и четвергам во второй половине дня. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность, это паспорта и свидетельства о рождении, справку о составе семьи, медицинские справки, справка 070У о том, что ребенок нуждается в оздоровлении, справка о группе здоровья, справка о доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение, в случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в сроки с 20 ноября по 20 декабря. У нас не переносятся путевки на следующий год, им необходимо просто заново подать пакет документов, и, соответственно, заново мы их поставим в реестр в очередь тех, кто нуждается в оздоровительном лечении для детей. Добавлю, что первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группу здоровья, постоянно проживающие на территории Ненинского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Все учащиеся начальные школы в Ненинском округе обеспечены бесплатным горячим питанием. Указ президента России соблюдается на 100%. Исполнять обязательства регион начал с 1 сентября текущего года. Во всех школах округа горячие обеды стали бесплатными для школьников с 1 по 4 класс вне зависимости от доходов семьи. Ольга Русул продолжит тему. Это у нас омлет. Детки любят омлет. Вкусненько сегодня омлет с винегретом. Очень вкусно и питательно. Марина Анатольевна Ружникова работает в столовой первой школы 30 лет. Как вкусно и полезно накормить шкалеров, знает отлично. Сегодня, например, детей ждет удивительной пышности омлет, от одного взгляда на который просыпается аппетит. У нас есть специальный грилат, который взбивает яйца. А что, кроме еды здесь? Молоко, масло, соль. А сколько надо взбивать в звонку? Ну, минут пять. Только успели накрыть на столы звонок с урока. Школьники моют руки и в предвкушении вкусного обеда рассаживаются за столами. Впрочем, работники школьной столовой могут похвастаться не только омлетом. Вкусными получаются все блюда без исключения. Ну, мне все нравится. Каша? Какая? Манная. Ну, ее вкусно готовят очень. Густая. Вкусно. Мне нравится перешка с котлеткой. А почему? Что там такого особенного? Ну, это очень вкусно, особенно котлетам. Каждый учебный день через столовую первой школы проходит порядка 700 человек. 359 из них – ученики начальной школы, которые питаются бесплатно, согласно указу президента. Реализация этого проекта в школьной столовой не стала чем-то неожиданным. На протяжении многих лет школьные повара кормят детей вкусно и разнообразно завтраками и обедами. Теперь бесплатно. Каждый день овощи, через день фрукты и в следующий день или кондитерское изделие, какое-нибудь или выпечка. Школьная столовая оборудована всем необходимым для приготовления горячей пищи. Кроме того, стоит отметить профессионализм слаженного коллектива самих работников. Мы были абсолютно готовы к реализации вот этого указа президента. У нас было готово и оборудование, и персонал, который работает в школе уже очень давно. В рамках государственного документа на организацию бесплатного питания школьников начального звена регионы получают федеральные средства на условиях софинансирования. Власти Ненецкого округа подписали соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации, по условиям которого до конца 2020 года региону выделено 12 миллионов рублей. Стоимость обеда составляет 109 рублей на одного человека. Бесплатными горячими обедами в Ненецком автономном округе с 1 сентября обеспечены 2500 школьников, учеников начального звена. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Четырехлетний мальчик покоряет сердца преподавателей. Юный самоучка решает сложный пример, знает иностранные языки и многое другое. С маленьким гением познакомилась и наша съемочная группа. Наталья Дуркина продолжит тему. Скажи, сколько будет 100 плюс 300? Считать, да. Егор умеет не только складывать трехзначные числа, но и считать на английском. Свои 4 года мальчик научился этому сам. Мы гуляли с ним на детской площадке. Он спускался по ступенькам и стал считать в обратном порядке. Причем с 20, то есть 20, 19, 18. Ну, я, естественно, ошарашена была. И с нами тоже угляла девочка, наверное, лет 7-8. Она у нее спрашивает, сколько тебе лет, и откуда ты знаешь, так хорошо счет. Ну, и, соответственно, тогда начали заниматься с ним. То есть как-то вообще неожиданно вот на площадке это обнаружилось. Учителем для Егора стал телефон. И если дети его возраста смотрят на гаджетах мультики и играют в игры, то парнишка изучал английский алфавит и счет. Он смотрел какие-то мультики на английском. Потом смотрю, он же сам ищет в интернете, через телефон, именно вот счет на английском, алфавит английский. А ты знаешь, у меня один процент уже. Один процент? Да. В общем, он развивался через телефон, то есть смотрел какие-то видео, причем сам их находил. Если обычно дети смотрят там «Щенячий патруль», «Фиксиков», да, он никогда такие мультики практически не смотрел. То есть когда вообще маленький был. А когда вот где-то лет, наверное, там с трех с половиной, он начал смотреть вот только такие видео, и, соответственно, на них устал учиться. Успех ее новогения заметила его мама Оксана и начала с ним чаще заниматься. Мы начали с ним, допустим, ну вот есть конструктор у него, да, который там складывается. Я начала с ним считать, сколько, например, там будет 2 плюс 2. То есть он там уже 4, да, начал. Потом я разложила конструктор с мер, там, 4, да, 4 по 2. Он так мне быстренько 8. То есть он уже, он их не считает каждую, он уже считает 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 8. И вот я тогда еще больше стала с ним заниматься. А вот осень мы сейчас пришли к Александре Лавровне. Поиски школы для Егора длились довольно долго. Его либо не брали, либо не уделяли должного внимания, признается Оксана. Однако старания увенчались успехом, и уже около двух месяцев Егор занимается в школе уникум. Очень развитый мальчик, не по годам развитый мальчик. У меня учатся четвероклассники, они не знаю, трезначные цифры не могут назвать. Он, конечно, очень развитый, но надо с ним заниматься. Егор занимается в школе два раза в неделю, уже около двух месяцев. Несмотря на такой небольшой срок обучения, преподаватели пророчат ему светлое будущее и необычайно высокие интеллектуальные способности. Как жить в гармонии с миром, несмотря на все сложности, которые окружают нас в последнее время? Героиня нашего следующего сюжета знает ответ на этот вопрос и с удовольствием поделилась с нами этими простыми истинами. Каждое утро в районе лыжероллерной трассы можно встретить горожан, не желающих запираться в четырех стенах от болезней нового дня. Среди них девушка. С детской коляской или одна она начинает свой день с прогулки по лесу. В лесу дышится легче. Ты можешь подумать, можешь остаться наедине с своими мыслями и погрузиться у леса. Как я говорю, есть такая классная тема. Тут нет эго, нет своего личного я. Ты тут в гармонии, ты тут в соитии с природой. И либо ты живешь в балансе, в гармонии с жизнью, либо нет, ты ее теряешь. Ульяна живет по принципу, что отдаешь, то и получаешь. Все как в учебнике по физике за 10 класс. Поэтому считает, что людям необходимо транслировать во внешний мир больше любви, а еще жить здесь, сегодня и сейчас. Много очень во взрослом возрасте, кто ходит с палочками, они ходят далеко и до белочек, в сторону Тельвиски полно людей. И ребята, которые бегают, бегуны, тоже их очень много на самом деле. Просто мы, наверное, как-то не всегда замечаем то, что вокруг очень много действительно тех людей, кто занимается спортом, кто наслаждается красотой жизни, кто просто может, или кто просто живет, я не знаю, в таком своем душевном кайфе. Мы в основном видим зачастую то, что сосредоточено в нашем личном мире. А когда ты открываешься всему, то и мир открывается. Спорт появился в жизни Ульяны еще в детстве. Но осознанно она подошла к занятиям только 8 лет назад. С тех пор прошла массу обучающих курсов, выяснила все о том, что мы едим, и узнала секрет жизни в гармонии с собой и миром. Главное, я могу сказать точно, что есть маркеры работающие про здоровье. Это свежий воздух 100%, это больше натуральности, исключение всей химозы. И это, конечно же, исключение гиподинамии, потому что ее много. Но не созданы мы для того, чтобы лежать целый день. Сейчас мы просто по-другому живем. Опять же, наш процесс эволюции. Если бы мы жили в том веке, мы бы и не лежали. Мы бы забирались с собирательством и всем остальным. И поэтому, если даже эти факторы исключить наличие стресса, уже можно увидеть, как мы будем лучше. И не надо специально ничего делать, не надо выдумывать никакой другой пищи. Просто исключить то, что нас разрушает искусственно. Секрет один для всех. Саморазвитие, элементарная зарядка, желательно на свежем воздухе, и медитации. Именно они помогают понять, где твои мысли, а где навязанные стереотипами век потребительства. Наверное, знаешь, когда произошел такой большой период всплеск именно энергетический, наверное, когда я начала жить свое осознанно. То есть, когда ты идешь и сознаешь ежедневно что-то новое. То есть, ты не увязываешься в рутину, в быт, хотя и это присутствует, да, у нас в жизни никуда не деться. Ты не привязываешься к каким-то материальным ценностям, хотя без них не жить, да. Но ты учишься в жизни ценить каждый миг, каждое мгновение. Научиться слышать себя и свое тело – непростая задача для каждого человека. Но, сделав усилие однажды, тебе непременно вернется обратно в сто крат больше. Не за горами новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 10 января. И, конечно, считается, что это лучшее время для того, чтобы тепло пообщаться в кругу семьи и друзей. С учетом эпидемиологической ситуации, сделать это лучше всего на свежем воздухе. Тем более, что в Наринмаре становится все больше баса отдыха. Об одной из них расскажем в следующем материале. Отдохнуть от городской суеты, комфортно и весело провести время в компании семьи или друзей стало возможным, не выезжая за пределы городской агломерации. В окрестностях поселка Искатели совсем недавно открылась туристическая база для семейного отдыха и уже стала точкой притяжения для жителей окружной столицы. Изначально семья Цевко приобрела участок по строительству бани только для себя. Затем планы поменялись и на семейном совете было решено построить базу отдыха. Вообще я наш бизнес позиционирую как семейный, это наше небольшое семейное дело, потому что себя я считаю генератором идей, но какие бы мои идеи не были гениальными и интересными, если бы их не воплощал и не реализовывал жизнь мой муж, я думаю, что это так бы и осталось, либо мечтами, либо планами на бумаге. Поэтому он у нас отвечает за строительство и за реализацию всего. Его дочь у нас является администратором, она ведет странички в социальных сетях, но и в скором времени планирует к нам присоединиться и запустить уже свое дело, это баню. Для того, чтобы получить финансовую поддержку на развитие своего дела, начинающие предприниматели доказали состоятельность идеи в Центре развития бизнеса Ненинского округа, после чего стали победителями конкурса грантов, который проводил Департамент финансов и экономики в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так как в округе, я считаю, что созданы очень хорошие условия для развития предпринимательской деятельности, и всегда ведется большая информационная кампания по тем мерам, которые предоставляются предпринимателям, мы стали не исключением и воспользовались теми мерами поддержки, которые считали на первоначальном этапе для развития оптимальными. То есть это грантовая поддержка, и чуть позже мы воспользовались услугами по популяризации нашего бизнеса и предоставлении наших услуг. Баня на территории базы отдыха уже построена, остались только внутренние работы. А пока в распоряжении гостей два уютных гостевых домика, вместимостью до 15 человек, в которых есть все для комфортного отдыха. А также причал с возможностью аренды катамарана, каяков и лодок. Замечательное место для отдыха для наших жителей Нееского автономного округа. Во-первых, недалеко, рядом, комфортно. Там есть все для того, чтобы можно было провести время с семьей, с детьми. То есть оборудованный причал для, ну не маломерный флот, а для каяков, катамаранов комфортно. Когда штиль вообще просто замечательный. В зимний период гости смогут покататься на ватрушках и банане, которые предприниматели планируют приобрести в ближайшее время. В Аква-Артик доступные цены и действует постоянная система скидок. Например, в день рождения скидка составит 10%. Кроме того, уже сейчас открыта бронь на новогодние каникулы. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.